Народ, всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале, и сегодня в этом видео я буду показывать один интересный челлендж. Суть данного челленджа в том, чтобы нарисовать свою картинку в разных стилях. Я не могла пройти мимо такого интересного задания, и потому решила его выполнить. И не просто выполнить, а записать для вас видео, чтобы вы могли посмотреть, как я справляюсь с этим заданием. Также хочу сказать, что я готовлю для вас много интересного. Скоро Новый год, Рождество, и у меня есть в планах записать для вас видео с открытками на Новый год. И еще для вас я готовлю подарочный бокс на Новый год, который я буду разыгрывать среди своих любимых подписчиков. Если вы еще не подписаны на мой канал, скорее подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное, что я буду для вас записывать. Хочу сказать, что этот челлендж мне очень понравился, потому что можно чему-то новому научиться и взять для себя какие-то новые фишки из разных стилей. Давайте скорее перейдем и посмотрим, что же у меня в итоге получилось. Перед тем, как начать рисовать персонажа в разных стилях, я рисую девушку в своем стиле. Получается вот такая вот милая, симпатичная девчонка, чем-то похожа на меня. В своих рисунках я рисую большие глаза. Такие они у меня получаются более мультяшные, чем реалистичные. И также я люблю рисовать большие широкие брови. Кстати, сейчас такие брови в моде. Цвет контура я не люблю оставлять черным, потому я применяю к нему цвет. Волосы стараюсь делать динамичными и плавными. У меня получается такой более смиксованный стиль. Это что-то немножко диснеевского и что-то немножко анимешного. Вот так выглядит картинка в моем стиле. Мягкие тени и большие яркие красивые глаза. Следующий стиль я выбрала из мультика «Симпсоны». Характерная черта этого стиля – желтый цвет. Близко посаженные круглые, крупные глаза и большая выступающая губа. Прическу решила сделать не так, как у меня на первом варианте. А захотела взять именно ту прическу, как у Марш Симпсон. Изначально было в мультике. Мне очень интересно было посмотреть, как будет выглядеть мой персонаж, если бы он жил во вселенной «Симпсонов» и носил бы вот такую вот прическу. Цветовая гамма очень хорошо вписалась к желтому цвету. Коричневые волосы и зеленая кофточка очень хорошо подходят. И следующую картинку я буду рисовать в стиле аниме. Очень-очень популярное направление. Многие рисуют аниме. Я тоже раньше в детстве рисовала всякие различные анимешные штучки. Точнее, я перерисовывала из мультиков Сакура и Сейлор Мун персонажей. Нос и рот рисуются максимально просто. Вот такая маленькая линия и загогулинка в виде носа. Тут нету лишних деталей и сложностей в анатомии. Лицо максимально просто нарисовано. И, конечно же, весь акцент идет на глаза. На большие красивые глаза. Волосы в стиле аниме состоят из прядей, которые очень часто развиваются на ветру, имея динамику. Когда я рисую своих персонажей, я тоже пробую делать вот эту динамику волос. И потому я очень много пересматриваю картинок в аниме-стиле. И беру оттуда идеи, как нарисовать движение волос, как нарисовать вообще в целом динамику. Особенность такого стиля – это большие глаза, которые очень детально прорисовываются. Много бликов, много цвета. И иногда даже добавляют блески и какие-то мелкие элементы в глаза. Потому этот стиль включает в себя огромное количество ярких оттенков и сочетаний. Что делает этот стиль очень интересным и запоминающимся. Следующий мультик я взяла «Время приключений». Это исполнение рисовки очень легкое. Здесь нет ничего сложного. Очень плавные округленные формы. Здесь нету как таковых даже глаз. Просто какие-то две черных точечки. Все рисуется очень просто. Эту картинку я нарисовала быстро. Много времени на это не потратила. Также в покрасе здесь нету каких-то сложных оттенков. Я взяла, конечно же, свою цветовую гамму. Коричневые волосы и зелененькая кофточка. Следующий мультик для рисовки я взяла «Ким 5 с плюсом». Этот мульт выпустил Дисней. Но этот стиль не подпадает под классический стиль Диснея. Это больше похоже на флеш-анимацию. Максимально простые формы. Нету градиентов в покраске. Единственное, что здесь характерно для диснеевского стиля, это то, что контур не черный, а он имеет определенный цвет. То есть, если волосы у меня темные, то контур волос идет немного светлее. Вот такая небольшая особенность в этой рисовке. И здесь еще нету контура у губ. То есть, снизу есть просто черненькая полосочка, а верхняя губа не введена контуром. И также радужка глаза, она не имеет контур. Также взяла стиль Gravity Falls, но куда же без этого мультика. Решила нарисовать себя в виде Мейбл. Очень долго думала, какую прическу себе сделать. Такую, как в мультике, в оригинале, или же что-то свое придумать. И в итоге я подумала, что надо что-то сделать свое. У меня получилась такая милая челочка. В этом стиле контур не нужно делать каким-то определенным цветом, он остается черный. Я люблю рисовать толстые линии, потому что потом в итоге очень легко разукрашивать. Не возникает никаких сложностей. В таких стилях очень легко рисовать. Здесь нет ничего сложного и выглядит очень интересно. И следующий стиль я взяла из легендарного мультика, который называется Scooby-Doo. Я уверена, что его смотрели все. И я уверена, что он многим нравится, потому что он веселый, забавный. Я его сама пересматривала много раз, мне он очень нравится. За основу рисовки я взяла красавицу Дафну. Она очень хорошо подошла под моего персонажа. Такая же красавица, как и мой персонаж. Вот. Здесь тонкий контур. Хочу сказать, что я в своих работах иногда рисую такой же тоненький контур. Это выглядит очень аккуратно. Также в этом стиле глаза рисуются просто. Тут даже нет какой-то цветной радужки. Просто черный такой вот кружочек. И само яблочко глаза, оно остается в цвет кожи. То есть нет белого цвета. Когда рисуют такие мультики, мне кажется, здесь экономят по времени, по силам, чтобы лишнее не разукрашивать. Также выбрала стиль волшебные родители. Он рисуется тоже очень легко. Те же самые круглые, большие глаза и толстый контур вокруг. Кстати, я так иногда рисую в своих работах. Делаю внешний контур более толстый. В дальнейшем это упрощает жизнь, потому что легко потом разукрасить персонажа. Если вы будете заходить за границу, то у вас будет еще запас, потому что посмотрите, какая получается толстенная линия. А внутренние контуры я делаю тоненькими. Это очень интересно смотрится и тоже легко потом разукрашивать. Интересная прическа. Я ее решила оставить и добавила немного длины волос. Очень прикольные длинные ресницы. Они мне так нравятся. Следующий рисунок я буду делать в стиле Дисней. Черты диснеевского стиля легкие, плавные. Тонкий контур, который имеет более темный оттенок от основного цвета, который окружают. Каждый объект выполнен одним цветом с легкими и довольно простыми тенями. Красивые крупные глаза, особенно у принцесс Диснея. И также особенность диснеевских глаз это блики, которые мы добавляем на рисунки. И последний стиль я взяла художницы Лойш. В ее работах мне нравится плавность форм и цветовые решения. Потому я решила попробовать повторить ее необычный стиль. Этот рисунок я рисую штришками. И для этого как раз мне в этом помогает моя новая кисть. В данном варианте рисунка я не буду рисовать контур, как я делала в предыдущих стилях. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам очень понравилось. Желаю вам хорошего настроения и увидимся в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok